Итак, смотрите, о чем мы с вами будем сегодня, прямо сейчас говорить в течение примерно одного часа. Мы с вами будем говорить про эти два прекрасных слова. Можете их вслух все вместе прочитать очень громко, как будто вы уже такой доминант прям вообще. Давайте попробуем насчет 3-4. 3-4. Тортальное доминирование. Это прикольная фраза, прикольное словосочетание, о котором мы с вами будем, соответственно, сегодня говорить. МСА в свое время начинался как эксперимент. Кто знает, что такое гипотеза? Поднимите руки. Гипотеза. Вы знаете, что такое гипотеза. Так вот, МСА когда-то был просто гипотезой. Шла долина, шла долина, и, по-моему, во время обеденного перерыва на долине пришла идея. Я говорю, Вася, хочу вот это сделать. Что думаешь? Он говорит, ну, вроде все ок. Я такой, ну, тогда я это сделаю. И все. И на этой долине в Golden Palace было первое занятие. Сколько человек было? Не помню сколько. Одна из них была, к слову говоря, Ротанова. Где Ротанова? Вот Ротанова тут, да. И тоже смотрела меня по экрану, потом приехала и так далее. Короче, была гипотеза. Как и все гипотезы, я все тестирую очень быстро и вам, собственно, советую. И она была реализована уже в течение часа примерно. То есть обед закончился, я выхожу на долину и говорю, кто хочет, лям, полгода, туда-сюда. Вот. Как я учу тестировать гипотезы? Есть пять критериев для теста гипотезы. Это без бюджета, быстро, могу сам. Или есть кому быстро делегировать, кто умеет. Влияет на бабки, что-то подобное делают конкуренты. У меня всегда фильтр настроен на эти пять критериев. Если что-то под эти пять критериев подходит, я делаю, не думаю вообще. То есть если я думаю, типа, а не запустите ли проект за лям, типа, полгода, туда-сюда. Вот. На это деньги не тратятся почти. Ну, в моем случае вообще не тратятся. Да. Это тестируется быстро? Быстро. Могу сам, могу. Влияет на бабки? Да. Делать что-то подобное конкуренты? Очень много. Вот. Соответственно, и вам советую также тестировать быстро гипотезы. Но таких гипотез мы тестируем тысячи у себя в лайк-центре. Вы тестируете постоянно гипотезы. Вот. Но эта гипотеза была лучшей за последние три года. Да. Ну, вот из всего, наверное, тестов, которые я делал, она лучшая не только по причине того, что это, ну, скажем так, значительная часть поступлений нашей компании, хотя скорость приносит больше, но МСА тоже вносит определенный вклад. Вот. Да, не только из-за денег, но также не побоюсь этого, этой эмоции, но в том числе потому, что все, наверное, самые мощные эмоции, почти все, которые я проживал в своей жизни, я проживал вместе с вами. Вот. И у кого тоже было очень много эмоций внутри МСА, всяких событий и так далее. Да, эти шумы. Ну, вот. Ну, то есть... Ну, короче, все какие-то новые вещи, которые я в жизни делаю, начиная просто от открытия стран, заканчивая перелетом на частном самолете, это все происходит с МСАшниками. Да, то есть с вами. Вот. Все вот эти вещи. Там, типа, а погнали ебанем в Мурманск, типа, на машине. Поехали с кем? С МСАшниками, да? И так далее. Вот. И досуг, и работа, и партнерство, и вообще все. Это офигенная гипотеза. Вот. Да. На первом потоке мы поняли, я точнее понял сразу, что мы что-то вообще сделали ужасное, потому что приходит Ротанова, какая-то тетечка. Ну, серьезно, ну, то есть я же говорю, как я это воспринимаю. Вот. Маленький зал, мало людей, эксперимент, хуй знает, что будет. Я думаю, ну, а что, ну, попробуем, да? Ну, то есть гипотеза, гипотеза, да. Вот. И приходит Ротанова и говорит, я продала квартиру, чтобы сюда попасть. Я такой думаю, ёптвою мать. Что-то, да, что-то это. Прикольное. Вот, соответственно, да, но важно заметить, что Ротанова недавно купила уже вторую квартиру. Уже в Москве, одну в Сочи, купила мужу машину. Давайте с этим поздравим. Вот. Неплохой обмен получился. Старая квартира в Челябинске, да, в Челябинске? На хату в Москве, хата в Сочи, тачка мужу. И сколько салонов? И 32 открытых салона эпиляции. Это потрясающе. Ну, неплохой обмен, хороший курс, да. Что будет дальше, тоже интересно. Вот. Соответственно, да. И мы тогда встречались раз в неделю. То есть это такой customer development был. Типа, вот мы виделись постоянно, смотрели, что происходит, как это работает и так далее. Вот. И работало достаточно неплохо, соответственно. И первые три потока МСА мы встречались раз в неделю регулярно, каждую неделю. Первый поток был по понедельникам, второй поток был по вторникам, третий поток был по средам. Вот. Я сейчас дал в аренду МСА просто. И раз в неделю, постоянно. Вот. Дима, который банкир с пятью миллиардами, ездил двое суток, да, по-моему? Двое суток, соответственно, с другой стороны вообще, чтобы попасть на встречу. И так каждую неделю он гонял. Два дня. Просто, чтобы попасть на встречу по вторникам. Два дня туда. Два дня обратно. Два дня назад и два дня выходных. Вот. Ну, серьезно. И это было ок вообще. Ну, типа, каждую неделю, задания на каждую неделю. И ребята шутят, и вчера тоже шутили, что, типа, когда к ним подходят МСГшники, да, и говорят, а я отдал много общих заданий на месяц или там на полгода. А типа, блядь, мы каждую неделю это хуячили. Типа, там, прочитайте четыре книги, там, типа, оцифруйте бизнес, проедьте десять городов с анализом конкурентов, там, и так далее. Вот. И, типа, да, были времена. Соответственно, да, иногда, причем, встречи начинались в пять утра. Периодически об этом вспоминают на концентрате Таня с Антоном, когда продают как раз МСГ. Вот. И это было, типа, ок. И мы, и было даже ок, типа, мы в пять утра, там, типа, встречались, не знаю, ну, или в семь, да, утра, и там могло все закончиться в час ночи. И, типа, это вообще была тогда норма. Я помню даже, когда мы ездили на Бали, кто был на Бали с нами? Вот, когда мы ездили на Бали, типа, это, конечно, немножко тупо выглядит. Лететь, сколько лететь на Бали? Там с пересадками, условно, 20 часов, чтобы с утра до поздней глубокой ночи каждый день просто работать в четырех стенах. Ну, то есть... Ну, там, ладно, типа, потом были дни отдыха. Вот. Вот. Ну, в общем, прожито было очень много всего. Очень много людей, очень много судеб, очень много форматов, очень много экспериментов и так далее. Потом мы начали путешествовать. У нас был первый выезд вообще в Подмосковье, в Этномир, еще ближе, чем даже сейчас. Вот. И там я сказал как раз, да, что вы хотите? Ну, как бы денег, окружение, свободы определенные путешествия, да, и дело. Я говорю, что ждать, давайте начнем теперь ездить. И с тех пор, что, мы начали ездить. Вот. Ездили в разные страны, суммарно проехали, наверное, стран 15. Подарили Софье. С удивлением я обнаружил 100 с лишним миллионов рублей. Вот, прикиньте. Втихую-то это... А Софья здесь у нас? Выручки, да. Софья здесь, да. То есть это... Вот я теперь понял, что такое выиграть госконтракт у Путина. Все контракты отдаются одному. Он сидит тихо, мирно. Вот. Выручка за год на этом 100 с лишним миллионов рублей. Охереть вообще. Пришла, когда на МСА работала в найме. И, по-моему, ты до сих пор работаешь в найме. Или уже нет? Ты работаешь все еще в найме. Понятно. Вот. Потом инвестировать в проекты участников МСА. И мы увидели идеальное просто решение для нас. Я очень давно инвестирую в проекты. 2013 или 2014 года. Просто идеальное решение было вот МСА с точки зрения инвестиций. Потому что человек постоянно здесь. Мы в одном контексте все время. Вот. Просто идеальное решение. Вот. И это очень круто. Сегодня нет… Ну, сегодня у нас 18 или 19 уже проектов, в которые мы инвестировали. Все мы безумно гордимся. Все показывают классные результаты и классные люди. Вот. Сегодня мы с ними работаем в 79 городах. Это немало. Этому факту тоже можно похлопать. Это прикольно. Вот. С теми, в кого мы инвестировали. И, соответственно, на одном из выездов в Армении, Чехов, Паша, как всегда, что-то эмоциональное там затирал, что-то рассказывал. Где он, Паша? Сегодня видели, как Пашу спародировали? Я просто в голос тоже ржал. Это так смешно было. Я причем так и подумал. Ты понял, что там сейчас ты будешь? Вот. Паша что-то рассказывал очень эмоционально. Очень эмоционально. А я человек такой очень эмоционально, меня что-то может трогать. После чего я говорю, зажечь, будучи зажженным всей этой атмосферой, я говорю, типа, давайте вместе 5 лет работать. Вот. Это было в Армении. Кто был на том выезде в Армении? Вот. Тоже странный на самом деле был выезд, потому что мы приехали в отель и тоже не вылезали. Вот в Армении вообще не вылезали, по сути, из отеля. Это был очень странный выезд. Вот. Я говорю, давайте вместе 5 лет работать. Да. И уже потом сразу же почти подумал, нахера я это сказал. Вот. Ну почему? Потому что я же потом сложно как-то сказать, типа, нет, я передумал или еще что-то. Ну то есть я не знаю, как можно сказать, типа, нет, я передумал. Да, это странно. Хотя можно на самом деле, да, но это странно. Вот. Я подумал, что раз я это ляпнул, а это пиздец же, какие обязательства. То есть это 5 лет нужно вот с этим совсем жить. Вот. И так далее. Но в итоге я подумал, типа, о чем бы не превратить это в какую-то классную вещь. То есть раз ты сказал, теперь это как бы закон, то давайте работать с тем, что есть, делать это прекрасным. Прекрасным. Вот. Это было в марте 2019 года. Соответственно, так маленькая гипотеза протестированная превратилась в большое пятилетнее путешествие, дружбу, семьи, бизнес, партнерство, отдых, любовь и многое-многое другое. Вот. Для кого из вас МСА или МСГ это одно из трех самых важных событий в вашей жизни? Можете поднять руки? Вот одно из трех точно самых важных событий в вашей жизни. А можете похлопать эти люди? А вдруг здесь есть даже те, может и нет, а может быть даже вдруг есть, даже те люди, для кого МСА это вообще самое важное событие в вашей жизни? Есть такие ребята? Прикольно, прикольно. Давайте им похлопаем, это очень прикольно. То есть мы с вами здесь находимся в таком месте, где большинству из нас, да, это место является одним из самых важных событий в нашей длинной жизни. Да, можете еще раз похлопать, для кого это входит в топ-3 решения в вашей жизни? Ну вот. Да. Соответственно, я при этом всем чувствую огромную ответственность перед вами. Огромную. То есть пять лет это большой такой путь, вот, большой срок. И эта ответственность в чем проявляется? Лично для меня. То есть поскольку для многих из вас, ну я определенный, значит, не просто, ну давайте в мягкой форме скажу. То есть вы прежде чем принимать какое-то решение, в любом случае думаете, типа, там, посоветоваться с Аязом на эту тему, да, или, ну, всячески. То есть, короче, для кого я являюсь очень важным критерием для принятия решений? Можете тоже похлопать. Ну то есть вы руководствуете в том числе тем, что я говорю. Ну вот. И это огромная ответственность. Огромная ответственность. Потому что это же влияние на то, как вы живете в жизни, да, какие результаты у вас есть и так далее. И это огромная такая ноша, вот, которую я сознательно для себя выбрал. И, соответственно, я к вам и благодарность чувствую, да, потому что я получаю удовольствие, работая с вами. Да, и надеюсь, что это все взаимно. Соответственно, поэтому, если уж мы с вами вписались в пять лет, давайте сделаем что-то по-настоящему. Вот интересно, почему я раньше слово нахер запикал, а слово охуенное не запикал. Вот. Соответственно, да, если мы в это вписались, то нужно сделать что-то по-настоящему очень крутое. От марта 2019 года осталось три с половиной года. Не знаю, что будет через три с половиной года, но на всякий случай, на финальную встречу Чехова я приглашать не буду. Чтобы он там ничего такого не сказал. Вот. И что мы с вами можем сделать за три с половиной года следующих? Все вместе. Такой большой, огромной тусовкой. Во-первых, нужно сделать что-то такое, куда нам не жалко потратить три с половиной года. У нас самое ценное, что есть в нашей жизни, это время, жизнь сама по себе и так далее. Во-вторых, чтобы через три с половиной года мы посмотрели на результат и сказали «это хорошо». Вот, типа, вы оглянулись, посмотрели, где вы находитесь, что вы создали, сколько вы зарабатываете, сказали «это заебись» или «это хорошо», если вы не материтесь. Вот. В-третьих, чтобы процесс сам был интересным, чтобы это драйвило, чтобы это нравилось. То, что я дальше буду говорить, подойдет сразу, говорю, не всем здесь присутствующим, но тем не менее многим из вас. Для всех остальных… Тихо, тихо, тихо. Для всех остальных… Давайте это «ч». Для всех остальных тоже есть хорошее решение. Собственно, в каждом из нас, поскольку мы предприниматели, есть потребность в доминации, в экспансии, в росте, в желании сделать лучше, в желании быть лучше и так далее. У кого вот это внутреннее ощущение есть? То есть расти, развиваться, быть лучше и так далее. Можете дать шуму? Да, то есть мы такие. Мы с вами такие. Вот у нас есть то, из-за чего мы ночью можем скачать, что-то делать, создавать и так далее. То есть у нас… Мы вообще в Екатеринбурге поняли, что у нас на самом деле такое девиантное поведение относительно всех людей в стране. Девиантное поведение, знаете, что это значит? Что это значит? Отклоняющиеся от нормы. Обычно вроде говорят это в плохом контексте, потому что у нас реально не совсем обычное поведение. Девиантное необычное поведение. Это прикольно. Вот оно в чем? Потребность доминации, экспансия, масштаба, рост и так далее. Быть лучше, быть первым и так далее. То есть мы такие. И мы живем в эпоху капитализма. И капитализм лучше всех, вот эту потребность он оседлал в хорошем смысле этого слова. Лучше всех. Вот. Почему? То есть если у нас с вами есть желание развития, экспансии, делать больший масштаб и так далее, повышать свое мастерство и так далее, то капитализм идеальный из всех сфер, точнее режимов. Нет, не режимов. Что такое капитализм? Капитализм. Из всех устройств, да, можно так сказать. Лучше всех оседлал эту нашу потребность. То есть мы растем с вами, мы с вами забираем долю рынка, получаем признание, зарабатываем кэш, много кэша, да, но при этом делаем крутые продукты для людей, платим налоги и много чего еще. То есть мы проявляем свою доминантность, при этом платя людям зарплаты, создавая, стараясь создавать хорошие продукты и так далее. То есть win-win. Вот, соответственно, капитализм сделал возможным закрыть наши потребности, при этом принося людям пользу. Это прекрасно. Вот кто из вас очень четко знает и хочет стать безоговорочным лидером в том, что он делает? Дайте тоже шуму. Вот безоговорочный лидер. Что такое безоговорочный лидер? Да, это когда, ну просто вы номер один, и это неоспоримо в принципе. То есть вообще в принципе неоспоримо. Вы очень-очень далеко относительно всех ушли, очень высоко забрались. Вы просто, ну, делаете феноменальный результат, безоговорочный лидер. Когда говорят про вашу индустрию, говорят, кто лидер в этой индустрии. Просто вы у всех записаны везде в справочниках, как вы абсолютный лидер в этой индустрии. Абсолютный. Вот. И вот кому из вас нравится идея о том, чтобы вы стали номер один сначала, как минимум в России, наголову обойдя всех. Тоже дайте шуму. Вот наголову обойдя всех. Хорошо. Собственно, следующие три с половиной года мы с вами будем идти по пути вот этого тотального доминирования. Мы в свое время обсуждали как раз в Краснодаре, после производства на стуле, идея тотального доминирования. Что такое тотальное доминирование? Представьте себе матч Реала Мадрида против Ярославского шинника. Давайте тогда усугубим. Представьте себе матч Реала Мадрида против второго состава Ярославского шинника. Давайте еще сильнее усугубим. Представьте себе матч Реала Мадрида против второго детского состава Ярославского шинника. Вот что такое тотальное доминирование? Это матч Реал Мадрида против второго детского состава Ярославского шинника. Есть кто-то из Ярославля? Простите, но это так. То есть Реал Мадрид — это вы. Второй состав детского Ярославского шинника — все ваши конкуренты. Вот это называется тотальное доминирование. И то, куда мы будем с вами двигаться в следующие 3,5 года, это безоговорочное занятие абсолютной лидерской позиции на рынке, что будет похоже на вашу игру против детского второго состава Ярославского шинника в то время, как вы Реал Мадрид. Кого эта идея привлекает, тоже дайте шуму. Окей. Собственно, да, тотальное доминирование на поле. Что для этого нужно? Есть у кого-то идея? Что для этого нужно? Много работали? Да. Все. На этом все. Идите, работайте. Давайте. Первое — это уже многим из вас знакомо, особенно последним потоком МСГ. Здесь будет всего лишь 5 пунктов, в рамках которых мы будем четко с вами двигаться, не отходя вообще ни на шаг. Кому уже это знакомо? Эталонные показатели вашей индустрии. Поднимите руки. Хорошо, опустите руки. Кому это не знакомо? Вот поднимите руки. Эталонные показатели вашей индустрии. Вам это может быть не знакомо, сама терминология, потому что мы не так давно ее используем. А кому знакомо? Вот есть задание, которое я даю особенно новым потоком, про дипломную работу. Поднимите руки. Кто уже сталкивался? Дипломную работу нужно писать. Кто не знает, что за нахрен дипломная работа? Понятно. Давайте очень быстро постараюсь вам объяснить, что такое дипломная работа. Это лучшее сравнение, которое было придумано случайно на одном из разборов. Давайте я это буду пример приводить. Кто-то его уже слышал, кто-то нет. На маникюрчике. На маникюрчике. Представьте себе пример того, что у вас есть один открытый салон маникюра. Вы девочка-припевочка, у вас один открытый салон маникюра всего лишь. И представьте себе, что вы хотите занять лидерскую позицию, и вы выступаете перед инвесторами. Вот вы девочка, то есть я сейчас вот эта девочка с салоном маникюра, а вы угадаете кто? Вы инвесторы. И представьте себе, что ваше выступление выглядит следующим образом. У вас салон маникюра, и вы хотите быть лидером рынка. И вы говорите инвесторам. Шаг номер один. Что вы говорите? Вы говорите, дорогие инвесторы, здрасте. Я так получилось, что я работаю на рынке маникюра. Вот так вышло, что у меня рынок маникюра. Затем. Звучит нелепо, но я вам сейчас расскажу, как я на нем сделаю миллиард. То есть первое, это просто у меня салон маникюра. Салон маникюра. Вы рассказываете про нишу перед инвесторами. Потом вы говорите, второй шаг. Как сейчас выглядит этот рынок и что он из себя представляет? И вы говорите, в России открыто сейчас 11 тысяч салонов маникюра. 11 тысяч. И в них в течение года люди оставляют денег на, например, 40 миллиардов рублей. Ну, например, я с потолка беру цифры. Давайте 50 миллиардов рублей. 11 тысяч салонов и рынок весь 50 миллиардов рублей. То есть вот весь объем рынка это 50 миллиардов рублей. И на рынке присутствует 11 тысяч салонов маникюра. Я открыл всего лишь один. И сейчас, дорогие инвесторы, я вам расскажу, как я заберу, заберу очень агрессивно, очень быстро, очень системно. Такой блиц-грик у меня будет. 20-30 процентов рынка маникюра. Тем самым моя выручка будет 10-15 миллиардов рублей в год. И сейчас я вам расскажу, как я это сделаю и почему вам нужно в меня инвестировать, потому что моя выручка будет 10-15 миллиардов рублей в год. Всем понятно, чем я занимаюсь? Салон маникюра. Сколько у меня салонов? Один. Рынок, объем рынка какой? Салонов сколько? 11 тысяч. У меня всего лишь один, но я вам сейчас расскажу очень легко на салфетке, как я заберу этот рынок, очень агрессивно у всех конкурентов. Вот смотрите, вы же ни хрена не знаете, я так и говорю инвесторам, вы же ни хрена не знаете, ну в этом примере, по крайней мере, вы не знаете, как устроен этот рынок, и я вам сейчас расскажу. На сегодняшний день есть всего 5 крупных, более-менее сетей маникюрных. это сеть, сейчас, давайте назовем, первая сеть солнышко, вторая сеть звездочка, третья сеть ежи, и четвертая сеть птички, правильно, птички. О, вы что-то шарите в рынке. Птички. И ладно, пятый буду, собственно, мой будет бизнес. Пятый это мой бизнес, это я. Вот. Итак, у нас есть 4 крупные сети, давайте, и вот один мой уютный салон. Так вот, дорогие инвесторы, я в рынке маникюра очень много чего знаю. Я очень сделал большой research, очень, да, я знаю английские слова. Вот. И что я знаю? Значит, на этом рынке есть всего лишь 5 ключевых, эталонных для этой индустрии показателей. Вот эталонные показатели. Да? Вот вообще в бизнесе там 300-500 разных показателей. Но вот в этом бизнесе есть 5 ключевых. Как и в любом бизнесе, есть какие-то важные показатели. В этом 5. Давайте первый показатель, это, ну, например, процент загрузки салона, да? Процент загрузки салона. Второй показатель, это, давайте, средний чек просто, пусть будет средний чек. Третий показатель, давайте, это будет процент зарплаты мастеров. Процент мастеру. Четвертый показатель, давайте, цена аренды квадратного метра. И пятый показатель, пусть будет цена, например, цена леда. Цена леда. Так вот, дорогие инвесторы, я сделал большое исследование, или research, если вы, как и я, хорошо владеете английским. И сеть солнышко, сеть солнышко, имеет процент загрузки средний у себя по сети всего лишь 62%. Средний чек у них 1900 рублей. Процент мастеру, который они платят, кто в курсе, сколько там платят мастера? 40%. Окей, стандарт пусть будет. Стоимость аренды квадратного метра у них 2000 рублей. Цена леда у них пусть будет там типа 400 рублей. Это сеть солнышко. Вы сети солнышко знаете, сколько салонов? Правильно, 62. Следующая сеть – это звездочка. У них загрузка вообще ниже 40%, но зато у них средний чек 4000. Это премиальный салон возле Кремля. Процент мастерам они платят 50%, мастера там звездные. Квадратный метр ставка аренды 4000, потому что возле Кремля. И цена леда у них тоже очень дорогая, типа 3000, но зато к ним постоянно все возвращаются. Потом ежики. У них процент загрузки 73, средний чек 1200. Они эконом формат. Процент мастерам платят, там не знаю, 35, потому что у них многие стажируются. Квадратный метр стоимость у них, они в подвале находятся 1200. Цена леда не такая дорогая, но типа 600 рублей, например. Вот эти ребята имеют, ну давайте тоже средний, 65. Средний чек пусть у них будет 950 рублей. Процент мастеру пусть будет 45%. Квадратный метр аренды 1500. И цена леда, например, пусть будет, ну типа не так дорого, 300 рублей. И потом вы говорите, то есть совокупно из 11 тысяч салонов есть всего лишь 4 сети, остальные одиночки. 60 салонов, 30 салонов, 42 салона, 15 салонов. И есть я, которая открыла идеальный маникюрный салон. Теперь смотрите, дорогие инвесторы, что произошло? Помните объем рынка? 50 миллиардов. 50 миллиардов. Я очень долго думал, и нашла решение, нашел, которое дает процент загрузки 90%. То есть у меня очень эффективно, все занято, расписание всегда. Ноль отмен, вообще добилась ноль отмен, и всего остального крутого. Более того, благодаря выстроенной системе допродаж, выстроенной системе допродаж, апселла и всего остального, там всякие запахи, учатые там апсели все время. Вот. У меня средний чек 2800 рублей. Люди в это не верят, но я могу это подтвердить. 2800. У нас охеренная воронка. Процент мастеру, который мы платим, и это тоже удивительное решение, ноу-хау, мы платим мастеру, в отличие от всех, всего лишь тоже 35%. Почему? Потом отдельно расскажу, почему так мало. Вот. У нас затрат на фото по сравнению с конкурентами. Дальше, что касается аренды. Мы тоже родили решение, одно уникальное и очень крутое решение, благодаря которому стоимость аренды у нас 800 рублей за квадратный метр. Вот. Это наше ноу-хау. Как мы этого добились, рассказывать не буду, но если вы станете инвестором, там будут переговоры, расскажу. И цена лида. Цена лида, это тоже отдельное наше изобретение. 40 рублей. 40 рублей. Так вот, дорогие инвесторы, неважно, разбираетесь ли вы в бьюти-индустрии или не разбираетесь в бьюти-индустрии, я вам могу подтвердить, что эти показатели являются основополагающими. И вот, кстати, три эксперта, которые это подтвердили. И что я планирую сделать? Я, пока никто не видел, создал самую эффективную модель с точки зрения ключевых показателей. Это эталонные показатели для индустрии. И в четырех из пяти показателях я просто являюсь безусловным безоговорочным лидером. У меня максимальная загрузка, средний чек очень высокий. Я отстаю только вот от звездочки, но это премиум салон, они не могут масштабироваться. У них нет столько клиентов по России, они могут только в Москве работать. Процент мастерам очень дешево. Стоимость аренды безумно низкая. Цена лида тоже копейки. Я очень хорошо понимаю, как ее делать. Вот. Соответственно, что я буду делать? Я сейчас, после того, как все это сделано, идеальная модель. Рынок огромный, не консолидирован. И на этом рынке я очень агрессивно, очень сжатые сроки. У меня собрана команда, супер-супер-профессионалы с опытом. И на этом рынке, вы говорите, пункт четвертый, на этом рынке за следующие три с половиной года я планирую, и я это сделаю, я открою две тысячи вот этих вот, пока все спят, пока никто не заметит, я открою две тысячи вот таких вот салонов. Две тысячи салонов. И они будут самые эффективные. И от того, что я открою две тысячи салонов, закроются примерно три тысячи салонов. Да? Вот. Почему? Потому что у меня очень эффективная система. и клиенты перейдут ко мне. Вот. Соответственно, я ищу столько-то денег, не так уж и много, на рост масштабирования. И пятый пункт, это вот номер моей карточки банковской. 54, 69, 22, 00 и так далее. Внимание, вопрос. Кто из вас, если вы реально пришли на какой-нибудь демо-питч с целью реально инвестировать, скорее всего дал бы мне денег. Можете дать шуму. Скорее всего дали бы мне денег. Вот смотрите. Мы очень долго задавали вопрос, а когда можно масштабироваться? А когда можно реально? Мы франчайзингом много занимаемся. А когда можно продавать франшизу? Когда можно масштабироваться? А как понять, что ты номер один на рынке? Да? И вот это идеальное решение, которое позволяет обоснованно знать, во-первых, что ты лидер. А если ты сегодня не лидер, то это решение позволит стать лидером. Как после этого можно стать лидером? Вот допустим, вы на самом деле ни хрена им не являетесь. То есть по всем значимым для индустрии показателям, по всем показателям, вы как эти, кто? Как какие-нибудь ежики. То есть вы среднячок. Как тогда очень быстро стать лидером? Ну давайте. Довести эти показатели. Довести просто каждый из этих показателей. Берете один показатель и хуячите весь месяц в эту цифру. Блядь, скупаете все там 50 книжек о том, как поднять средний чек. Закрываетесь в подвале и ебашите весь месяц на тему поднятия среднего чека. Создаете такие воронки внутри, такие апсейлы, такие допродажи. Все, первый показатель сделали. Выдохнули. Сидите тише, воды ниже травы, ничего не масштабируйтесь и так далее. Да, подняли средний чек. Потом загрузка. Точно так же объехали всю страну, проинтурировали всех. Вот реально, лучший способ же, как узнать показатели, сделать исследование. Никто не делает в России исследование качественное. Вот именно оценка снизу. Вот мы в кофелайке были частым очень предметом исследований. То есть нам звонили из РБК, говорили, вы крупные, мы делаем исследование рынка РБК, поотвечайте на вопросы. Вот. И, ну такое, такое, очень слабенько. Вот. Я как-то один вебинар вел, и я говорил, типа, ну как бы садитесь в тачку, да, вы это знаете, да, объедьте всех. Возьмите у людей интервью, у владельцев похожего бизнеса в регионах. Честно скажите, кто вы такой, не надо врать. Скажите, что у вас такой же бизнес, но вы решили провести исследование. И все, кто ответит на эти вопросы, получат результаты этого исследования. Типа, можете послать меня нахуй, но тогда вы не узнаете, как и с чего рынок состоит. Но если вы меня нахуй не пошлете, то я вам потом бесплатно отправлю это исследование. Понимаете, да? И в итоге, кстати, вот кто бы хотел лямчик интересно заработать, поднимите руки, лямчик интересным способом, пожалуйста, садитесь в тачку, на месяц, уезжаете, исследуете свой рынок, берете глубинные всякие, ну не глубинные, просто интервью у предпринимателей, пишите книжку небольшую в Word, ну просто книженцу, ну в смысле в Word, просто пишите документ из там, не знаю, 80 страниц данных по рынку, потом это упаковываете и продаете типа за 20 тысяч, понимаете? 50 раз, все, пиздец, очень легко, вот лям. То есть это называется продать шкуру от апельсинов, понимаете? То есть вы узнали все про свой рынок и еще лям заработали на продаже этой информации, понимаете? Это же, блядь, заебись вообще. То есть денег, они все на расстоянии вытянутой руки. Вот, да, можно это сделать. Соответственно, когда вы это сделали, узнавая, во-первых, показатели, во-вторых, во-вторых, когда вы поймете, что вот есть люди, у которых феноменально высокие те или иные показатели, вы просто можете эти конкретные компании сделать углубленным, углубленным предметом своих изысканий с целью, там, можете познакомиться с их бывшими сотрудниками или еще с кем-то, да, с целью поднятия этих показателей уровня еще выше. Понимаете, о чем я говорю? Друзья, похлопайте, кто понимает, о чем я говорю. Соответственно, соответственно, и все. И потом точка А в этом показателе, точка Б по показателю, не по чистой прибыли даже, а просто, типа, сегодня конверсия точка А 2% должна быть 4,5%. Все. И убиваетесь просто в эту цифру. Это первый способ и первое, чем мы будем с вами заниматься, каждый из вас следующие 3,5 года. То есть ваша задача по всем эталонам для индустрии и показателям стать номер один. Точнее, по ключевым, не по всем. По всем невозможно и неправильно. Вот. Похлопайте, кому понятен этот пример. Хорошо. И, соответственно, в связи с этим каждому из вас нужно будет передо мной защитить вот эту дипломную работу. Вот. Вам понятна важность этого решения? Хорошо. И решение просто прекрасное. И у меня к вам просьба, да, то, что происходит у нас здесь за стенками на МСА, на МСГ, должно оставаться где? На МСА и на МСГ. Вот. Здесь, здесь, здесь. Дальше. Второе. Второе. Дисциплина и фокусировка. Сколько проектов нужно развивать одновременно? Один. Вот смотрите. Деньги большие зарабатываются на самом деле достаточно легко. Очень легко. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы говорите сами себе и потом всем вокруг. Вы говорите, знаете, я занимаюсь маникюром, например. У нас сегмент эконом плюс. Объем рынка такой-то. Я занимаюсь только этим. Я не отвлекаюсь вообще ни на что больше. Это вот весь мой объем рынка. Вот. Это вот все. Мой рынок это маникюр. Я занимаюсь только им. Я предельно сфокусирован. Я очень дисциплинированно. Я не отвлекаюсь вообще ни на что вокруг. Это мой рынок. и я занимаюсь только им. Вообще. Вот я утром просыпаюсь и делаю все для того, чтобы здесь стать лидером. И ничего больше. Понимаете? Предельная фокусировка, предельная дисциплина на одном проекте. Это мой рынок. И, ребята, я сразу предупреждаю, что я его забираю. Вот. Вы даже можете не пытаться. Это в этом нет смысла. В принципе, даже можете не пытаться. Вот этот весь рынок мой. Я не только его забираю. Я буду на нем как раз добьюсь тотального доминирования на этом рынке. И я еще вокруг этого рынка создам рвы с крокодилами. То есть я обеспечу себя нерыночными, нечестными, конкурентными преимуществами. Знаете, что такое нерыночное преимущество? Это вот у коворкинга какое нерыночное преимущество? Ну, как бы нечестное преимущество по сравнению с другими. Like Center. Вот по сравнению с другим любым коворкингом в Екатеринбурге это избиение младенцев. Понимаете, о чем я говорю? У нас цены типа там в три раза что ли выше и так далее. Ну, то есть вот такая вот история. Что? Восемь раз? Восемь раз цены выше. Это называемый, но при этом качество очень высокое. Это про тотальное доминирование, про наличие у вас нерыночных, неконкурентных преимуществ. Вот. Мы, когда в Екате начали открываться, закрылось три что ли сразу же объекта. Мы еще даже не открылись. Но мы же всем рассказывали, что сейчас придем и уже многие потеряли смысл этим заниматься. Вот. Это отдельная стратегия. Мы с вами до этого дойдем пока рано. Об обретении нерыночного, нечестного, конкурентного преимущества. Если что, эта формулировка она не моя нечестная преимущество. Просто кто-то говорит это плохо, когда нечестная. Эта формулировка в принципе нормальная рыночная формулировка. Ее так инвесторы понимают. Вам нужно для себя четко определить. Сказать, три с половиной года этот рынок мой, я останусь на нем монополистом, у меня есть будет основная доля. Вы на самом деле можете работать, но я сразу предупреждаю, что вам будут доставаться крошки. Крошки с рынка. Вот. Да, ну потому что на любом рынке много компаний в целом, но есть одна-две, которые весь хлеб забирают. Понимаете, о чем я говорю? Когда-то давно, вот недавно я написал знаковый пост относительно, да, относительно БМа, относительно нас, то, что когда-то давно мы сказали себе, что этот рынок наш, да, весь рынок образования в микро-малом бизнесе, да, с выручкой до 120, до 800 миллионов рублей, и все, и мы останемся своим лидерами. Да, Петя написал пост о закрытии компании, но они, безусловно, все начинают заниматься чем-то другим. С одной стороны, нам можно похлопать, мы эту игру доиграли. На всякий случай я очень сильно уважаю и тех, и других. Вот. Но это вопрос предельного, жесточайшего фокуса без отвлечений, без вообще всякой хрени, да, и через вот ту историю, про которую я вам сейчас рассказываю. Вот. Соответственно, соответственно, это вторая была вещь, да, дисциплина, фокус на чем-то одном без отвлечений. Третья. Третья история. Это еженедельный отчет исследования по рынку и конкуренту. Это то, что у вас должно быть отныне раз на неделю. Если вы, например, как школа барабанов, ну, типа, очевидно, что нет другой крупной школы барабанов, такой же, да, то что тогда нужно делать? Что? Все, что хоть как-то похоже на вас. Хоть как-то. Вот за уши как-то притянуто пусть даже. Хоть как-то похоже на вас. Раз в неделю вам должен на полочку поступать отчет обо всех вообще движениях, кто что делает на рынке, какие акции, цены подняли, упали, новые товары, новые услуги. Все, что по вашему рынку есть в России, в СНГ, вам должно на стол класться. Сначала будет тяжело, дальше это будет системно. Просто у вас появится отдельный человек, который будет с рынка собирать данные. Зачем это нужно? Вам. Когда вы станете крупными, очень сильно вас будет заботить следующее. Вас будет заботить, как вы думаете, что? Вот когда вы станете номер один просто вообще, безусловно. Не появится ли какая-то бизнес-модель, которая будет дизрапшеном для вашей бизнес-модели, которая вот раз и все сломает у вас. Понимаете примерно, о чем я говорю? То есть не появится ли что-то такое на рынке, кардинально отличающееся от вас, но на том же рынке, что очень сильно разрушит вашу бизнес-модель. Вот. iPhone, да, вот разрушил компанию Nokia. Что? Кодек и так далее. Это такие известные примеры, но среди малого бизнеса это много на самом деле компаний появляются новых, которые это. То есть вы же понимаете, то, что от того, что вы появились на рынке, это значит то, что вы у кого-то забрали конкурентов. Понимаете это? От того, что вы появились на рынке, рынок больше не стал. Вот. Поэтому, как с одной стороны сначала стать лидером, это проэталонные показатели, а второе, вам нужно остаться лидером. Чтобы остаться лидером, вам нужно все время держать просто руку на пульсе. Все время. Каждую неделю читать отчеты. Кто что делает? Раз-два. Кто что делает? Добившись таким образом вот этого тотального превосходства. Будучи полностью защищенным. Кто-то что-то выпустил, вы уже знаете. Абсолютно защищенный. Вот. На эту тему, то есть постоянные исследования. И нужно это делать. И нужно это делать. Очень важно это делать. Кто-нибудь читал книжку? Есть такая феномен Зара. Феномен Зара. Кто-то ее читал? Книга полное говно, но там есть одна страница хорошая. Я ее сейчас расскажу. Аманси Артега. Начнем с того, что создал бизнес после 40 лет. Это первый факт. Второй факт. Был самым богатым человеком в мире. Если что, он еще жив. Был самым богатым человеком в мире какое-то время. Ну там, что-то акции выросли резко, потом там... Дважды даже, да. Вот, по словам Сережи. Я знаю про один раз, но возможно, что дважды. Самый богатый человек, да. И возникает идея, типа, как он это сделал, почему. И там есть потрясающий момент. Журналистка говорит, мы вот ходим по производству, заходим в кабинет, говорит, это кабинет, где работают дизайнеры. Зара чем славится? Копированием, да, модели. И она говорит, и они такие, да нет, нет, нет. Вот, и она говорит, мы заходим на производство, заходим в кабинет, где дизайнеры сидят, 40 типа дизайнеров. Столик стоит и, говорит, на этом столике, типа, все модные показы, там, прошлой недели, типа, Армани, там, Версачи, Гуччи и все остальное такое прочее. Потом, говорит, вешалка висит, и там, блядь, висят эти чужие все бренды. И типа, 40 дизайнеров. А она такая, типа, а вы же копируете? Он такой, нет, мы вдохновляемся. Всякие. Ну, мы идеи. И потом еще на следующей странице он говорит, ну, типа, ну да, я однажды ехал в такси, говорит, у меня проехал чувак на мотоцикле, у него, типа, прикольная, это, джинсовка с каким-то мехом. Я, говорит, позвонил, говорю, а добавьте мех на джинсовки. Вот так они вдохновляются, да? Вот. И я дал этому определение. Я дал этому следующее определение. Вот есть рынки, которые находятся за пределами закона. Например, продажа наркотиков. Да? Как вы думаете, высокая маржинальность должна быть там? Наверное, да. Но это незаконно, за это присесть можно, поэтому не надо этим заниматься. То есть, как бы, профит-риск нахуй надо. Понимаете, да? А есть, как бы, какие-то вещи, которые всем в голову вдалбливали с детства. Ну, вот вы все это от меня слышали на самом деле на концентрате. Что нам вдалбливали в голову с детства? Копировать нехорошо, да? При этом, еще раз сделаю на этом акцент, все крутые компании, все, кем вы восхищаетесь, Галецкий с магнитом, Павел Дуров, Стив Джобс и многие-многие, Билл Гейтс, да? И многие-многие другие, это люди, которые очень много копируют. Вот, да? Все, кем мы восхищаемся. Вот, поэтому задача ваша, да, смотреть. То есть, у вас есть тысячи друзей, конкурентов, которые вместе с вами проделывают огромную работу и вы обязаны знать об этой работе. Понятно, о чем я говорю? Вот. Это очень важный тезис. Очень важный тезис. Окей. И у вас появится этот отчет. Позже мы сформируем стандарт этого отчета. Позже. Пока будете делать, как знаете. Вот. По идее, это все. Вот так очень все просто. Ну, сейчас будет еще два. Но по идее, это все. То есть, все, что вам нужно. Эталонные показатели, понимание объема рынка, да, и так далее, и так далее, и так далее. Второе. Это железная просто воля, дисциплина и фокус на одном. Никакие темки, ничего больше не нужно делать. И третье. Это раз в неделю смотреть, что делают на рынке. И если кто-то что-то сделал классное, нужно это делать. Но не сразу. Сначала. Почему нельзя сразу же копировать конкурент? Вдруг они говно какое-то сделали. Ну, реально. Типа, хрень какая-то, гипотеза. Мы стараемся себе давать там лак иногда полгода, иногда год, иногда там полтора года и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Это важно. Это важно. Соответственно. Соответственно. По сути, это все. Это все, по сути. И все очень просто. Да. Но. Есть еще действительно два пункта. Пункт четвертый называется секретные ингредиенты. Секретные ингредиенты. Что такое секретные ингредиенты? Это разные, очень странные задания, которые дает Аяс. Разные, очень странные, иногда нелепые, тупые даже. Задания, нахуй их нужно делать. Вот. Например. Нахуй он дал задание по ораторству. Почему я слово нахер, вот я не могу понять. Запикиваю, а остальные нет. Непонятно. Например. Нахер он дал задание по ораторству. Да, как, блядь, это связано с бизнесом вообще? Если задуматься, дамы и господа, вот большую часть функций в бизнесе можно делегировать. Но есть магические функции в бизнесе. То, что обеспечивает вас харизму. Притягивание к себе людей. Способность как бы выйти и увлечь людей за собой. Сделать что-то такое, из-за чего вы придете к сотруднику компании конкурента и просто скажете несколько слов, да, и он скажет, я хочу с тобой работать. Понимаете, о чем я говорю? И вот эти вещи делегировать, скорее всего, невозможно. Скорее всего, невозможно. Вот. И поэтому те задачи, которые я вам даю, например, там, харизма, ой, не харизма, а ораторство, да, что влияет на вашу харизму. Что такое харизма? Говорят, это божий дар. Вот мы иногда смотрим на людей, которые просто притягивают к себе, да, очень увлекательные люди. И мы говорим, это божий дар. У него что-то есть такое особенное. Но на самом деле это просто набор определенных вещей, которых я хочу, чтобы вы в себе воспитывали. Поэтому, когда я вас отправляю на курс по ораторству, нужно забыть обо всем и пойти на курс по ораторству. И потом вы охуеете от того, как вам легко привлекать инвестиции, как вам легко продавать, как вам легко управлять, как вам легко вовлекать людей во что-то и так далее. Понятно, о чем я говорю? Вот. Я же все через это проходил. И более того, я прямо сейчас прохожу тоже курс по ораторству. Знаете, какой раз в жизни в своей уже? Ну, типа, ну не меньше, чем десятый. Понимаете? Потому что это безумно важно. Безумно важно. Или, например, зачем, блядь, читать книжку про Сингапур? Кто уже знает? Кто видел уже? Ну вот. Типа нахер. Вот я, кстати, второй раз сейчас буду тоже читать. Точнее, уже читаю. Второй раз. Вообще по-другому все теперь. Вот. Это тоже безумно важно. Безумно важно. Позже мы с вами эту книгу обязательно обсудим, когда вы все ее прочитаете. Но вообще для меня на самом деле непонятно. То есть вы, кто был в Сингапуре? Поднимите руки. Вот мы с вами. Почему-то. Я вот писал недавно пост про подаренную машину. Кто читал этот пост? Машина, обертка для книжки, да. Книги — это же просто пиздец вообще. Самая недооцененная в мире штука. Вот просто охуеть. Да? Это просто что-то великое. И оно великое, знаете, чем? Тем, что никто это не понимает. Никто не понимает то, что за 500 рублей в магазине ты можешь пообщаться, целый месяц общаться с премьер-министром страны. Целый месяц ты с ним общаешься. И более того, этот премьер-министр в ходе вашей беседы за чашечкой чая целый месяц он не просто тебе рассказывает всякую хрень. Он рассказывает все то лучшее, что он понял там за 70 или за 80 лет своей жизни. Лучший опыт свой. Премьер-министр страны, который создал эту страну с нуля. И сейчас эта страна просто топчик вообще. Да? И мы игнорируем это. И мы читаем всякое говно вместо этого. Это просто невероятный опыт. Невероятный пример этой книги. И таких книг по-настоящему великих. Их не так уж и много. И мы поэтому каждый месяц я вам даю задания, связанные с этим книжками. Чтобы вы, это как я всегда говорю, книга — это как взять воду, добавить туда растворимый кофе. Вроде незаметно, а уже напиток другой. Вот книжка — это то, что как вот кофе в вас попадает, и вы становитесь другим человеком, сами этого не замечая, да? Заражаясь мыслями человека, который построил страну. Вот. Поэтому если я говорю про книгу, нужно все бросить и читать эту книжку. И бросить всю херню остальную. Или вот, например, да? Мы что, дети, чтобы тут сценки разыгрывать? Нахуй эта хуйня, да? Которая сегодня была. Я уже сегодня это комментировал, да? Давайте простой вопрос. Не все были в зале. И как раз к тем, кого не было в зале. Представьте себе, вот здесь сегодня творилась всякая дичь. Ну реально. Блядь, ну всякая дичь вообще была. Про вот эту поджог машину, вот это вот все. И песни, пляски и так далее. Представьте, топ 200 российского списка Forbes. Что бы вы выбрали, да? При условии, что вы хотите пользу для себя, да? При условии, что вы хотите пользу для себя, да? Максимально пользу. Длинный пользу. Это просто с хмуром вещами договориться на какую-то минутную встречу в ресторане, или даже там часовую встречу в ресторане, по ужинам, да? С хмуром вещами. Или вам говорят, что вы будете там с Олегом Юрьевичем Тиньковым, я не знаю, вы восхищаетесь им или нет, или с Галецким, вы будете целый день страдать хуйней, придумывать сценки, стихи, петь песни и так далее. Да? С точки зрения создания дружбы, эмоциональной связи, просто так пообщаться с человеком, поужинать, вот поверьте, из топ 200 Forbes, наверное, с 10 я точно где-то ужинал, общался и так далее, да? Но самые тесные связи, в том числе с нашим текущим инвестором, у нас образовались, потому что типа кальянчик там, всякая хуйня вот такая вот была, да? И если мы хотим результата, если вдруг АЯС дает задание типа, ребята, нужно сценки разыгрывать, то, во-первых, этому нужно охуеть как радоваться, да? Потому что представьте себе, еще раз, кого не было, представьте себе, вам говорят, что вы с Тиньковым, да, будете целый день придумывать всякие сценки, песни, пляски и так далее. Пиздец, это же такой подарок для вашей жизни. Но мы не способны это понять сходу, и мы говорим, что за детский сад? То ли дело, вот, оделись бы в пиджаки, сидели бы с хмурыми ебалами, строили из себя успешных предпринимателей, да? Но нахуй это нужно? Вот, зачем это нужно? А вот здесь создание безумно настоящей, тесной эмоциональной связи, потому что это такой идиотизм, то, чем мы сегодня с вами занимались. И это прекрасно. Понимаете, о чем я говорю? Кто понимает, о чем я говорю? Ну вот. Поэтому нет ничего лишнего, нет ничего ненужного из того, что мы с вами здесь делаем. Вот. Нет ничего лишнего, нет ничего ненужного из того, что мы с вами здесь делаем. Да? Почему вот мы с Сережей дружим достаточно плотно, и я, ну, там, уверен, и Сережа это подтвердит, что это и приводит, в том числе, к росту с полутора миллионов в месяц до 30 миллионов в месяц. Дай-ка я сфотку и знаю. Почему это происходит? Потому что мы вместе с ним не только работаем, но и страдаем всякой хуйней вообще. Понимаете, о чем я говорю? Типа, поехали в Териберку какую-то... Знаете, что такое Териберка? Кто не знает, что такое Териберка или... Ну вот, Териберка. Видите, вот какая-то хуйня, в которую мы вместе ездим. Да, и все такое прочее. Соответственно, и это делает людей эмоциональную связь. Почему в любом случае, да, с первым потоком МСА, там, с Ротановой, с Иршпинской и так далее у нас стеснее связь, потому что мы всякой хуйней страдали. Вот, понимаете? И вести деловые переговоры с серьезным ебалом и в пиджаке менее значимо, чем вместе придумывать сценки и писать стихи, и петь песни, и играть на барабанах. Вот. Поэтому, если у вас есть... Если у вас есть возможность вместе страдать всякой дичью, и для вас, причем, создали эти условия, блядь, это же такой подарок судьбы, ребята, правда. Вот. Им нужно пользоваться, нельзя его игнорировать. Но я абсолютно вас понимаю, те, кто подумал, типа, что за детский сад. Потому что я бы на вашем месте подумал бы так же. Поэтому, ну, потому что я не способен это понять. Понимаете, о чем я говорю? То есть, кто вот сейчас только понял, что, блядь, это же в натуре важно, прикольная штука. Вот есть такое у кого-то? Поднимите руки. Ну вот, да? Но только тогда, когда АЯС объяснил. Но у меня не всегда получается объяснять. Вот. Поэтому что нужно делать? Просто делать то, что говорит АЯС. Потом станет понятно, почему. Ясненько? Хорошо. Похлопайте, кто его понял. Или, например, зачем заводить гребаный телеграм-канал с инвесторами? Да. И писать какие-то ебучие отчеты. Например. Да. Но это комментировать особо не буду. Вы однажды тоже мне скажете за это просто феноменальное спасибо. Это слишком долгая тема, чтобы рассказывать про ликвидность и про все остальное. Но те, кто сделают это задание, добавят реально туда 20 чуваков с бабками и будут писать сухие отчеты в цифрах. Там не надо, кстати, писать всякое это. Типа, сегодня я там победил свою лень. Нет. Можете просто цифры, отчеты, показатели, метрики и так далее. Вот. Что вы засмеялись? Ну, вы так пишете, да? Я же вижу. Сегодня я победил свою лень. Не надо так писать. Не надо писать. Цифры, метрики, анализ. Вот это все серьезно. Вот там нужно с серьезным ебалом писать все. Вот. Но не про победил лень. Потом вы мне скажете, мега респект за это задание, если вы сделаете осмысленно, осознанно, и туда добавите реальных крутых чуваков. Ну, или просто чуваков с деньгами. Вот. Дальше. Да, все это, вот все вот эти дурацкие задания, которые я даю, я перечислил в несколько всего, да, делается, исходя из самого искреннего контекста моего желания, чтобы вы были номер один, добились тотального превосходства. Или просто, чтобы вы жили счастливо, успешно, довольны и так далее. Понятно, да, о чем я говорю? Вот. Соответственно, чтобы к вам люди шли работать, вы увлекались за собой, чтобы вас уважали, чтобы вас влюблялись, да, чтобы вы могли дать интервью у рыбыка, и когда вас позовут секретный миллионер, я был спокоен за вас, да, зная, что там все будет чики-пуки, вот. Где Сершпинская? Сколько я ее, это, созвонили сейчас, наверное, да, готовил тебя к этой штуке? Несколько раз звонил, говорил, вот там это, вот здесь аккуратнее, а вот здесь вот лучше это скажи, а здесь не говори. Не, ну в смысле, я же про этот. Ну, как себя, это же страшно очень, на самом деле. Все, что ты там делаешь, все снимают, а им нужен трешак всякий, поэтому можно один раз так попасть и пиздец на всю жизнь, вот. И я очень волновался и переживал за Кристину. И находясь в Шотландии, мы же в Шотландии были, удаленно созванивался и говорил, вот то, все, это, пятое, десятое, аккуратно и так далее. Вот. Почему? Потому что вы часть моей жизни, ну то есть вы мои друзья, да, и я хочу, чтобы у вас было все самое лучшее. Вот, точка. И поэтому, если даю какие-то задания, их нужно просто делать, и тогда, когда вас позовут в телек, а вас позовут в телек, вас много куда позовут в будущем, чтобы вы были максимально готовы и были настоящими лидерами, вот, да, и чтобы я вами гордился, и вы собой гордились, и так далее. Вот. Это понятно? Да. Этому тоже можно похлопать. АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно. Дальше. Да, по идее, да, если вы там читали в свое время и в другом разговоре, или в ШВК, или еще где-то, да, цель, или просто читали там Берна или кого-то из авторов, цель жизни, да, это просто чем-то занять свое время. Вот сколько бы у вас свободного времени не было, вы всегда его будете чем-то занимать. Всегда. Чем-то будете занимать свое время. Вот. И большинство задач можно и нужно даже делегировать, да, но не те, которые я вам даю, потому что они подобраны тоже не просто так. То есть это те вещи, которые не нужно делегировать, и это те вещи, долгосрочные навыки, которые вам дадут вот эту мистику легкости результатов. Понятно, о чем я говорю? Вот. Они прям очень важны, очень правильные, очень важные навыки, их нужно делать. Вот. Пятое – это этика и мораль. Последний пункт, да, это то, что позволит вам здесь 3,5 года, хорошо прожить и чувствовать себя в своей тарелке, вот, да, в рамках той этики, которая есть у нас. Этика у всех разная, но вот на МСА она какая-то сама собой сложилась, да. Это мы открыты здесь. Ну вот, это было бы странно, если бы кто-то выступал на разборе и говорил, а выручку не скажу, да. Вот. То есть мы открыты, и это нужно просто принять, как бы, вот. Это наша здесь этика. И вот недавно на концентрате Кристина говорила, типа, была на какой-то тоже предпринимательской встрече, она говорит, я так и рассказываю салон, выручка, выручка, вот это вот все. Типа, а у тебя… А он такой, я не могу рассказывать эту информацию. Вот. Помогаем здесь, да, помогаем здесь. Являемся вкладом в других. Не про политику совсем. Я вообще рекомендую, да, такую же позицию занимать. Тоже могу позже рассказать. Нас в миллион раз, вот я вам отвечаю, столько раз нас туда затягивали. Просто ужас. Вообще. Вообще ужас, ужас. Очень много раз. Ни разу мы туда не шли. И правильно делали. Вот. Выполняем обещанное. Да, и дело во мне. То есть мы же с вами часть одного целого. Если кто-то из вас поведет себя как мудак, то это отразится на ком? На всех. Вот. На всех. Поэтому не надо вести себя как мудак. Но здесь типа это не очень мы уважаем. Вот. И да, еще один тезис в этике, в нашей этике здесь, то, что на МСА принципиально люди разных уровней. Принципиально. Вот мне иногда пишут или предлагают типа давайте разделять отдельно новички, отдельно старички и так далее. Но это моя принципиальная позиция. Могу ее объяснить. Мне кажется, она правильная. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Причина очень простая. Потому что здесь почти нет случайных людей. А если есть, то типа рано или поздно они выпадают. Вот. И ответом, почему здесь принципиально люди разных уровней, ответом будет служить одна простая очень штука. Да, кто бы хотел со мной познакомиться в 12-м году, когда я зарабатывал жалкие 60-80 тысяч рублей в месяц. Поднимите руки. Ну вот. Да. И. И. И вот. Это ответ на вопрос. Почему здесь группы принципиально разных уровней? Потому что еще вчера мы в январе могли смотреть на Сережу Мирошникова, как на чувака. Ну, полтора миллиона в месяц выручки. Это не архи какой результат. Понимаете, о чем я говорю? Ну, типа полтора миллиона в месяц здесь типа ну ок. Выручки. Вот. Ну, типа. Ну, сколько у вас? Два с лишним. То есть они делали больше, чем Сережа. Делают, точнее. Больше, чем Сережа. Сереже выручка в январе была полтора миллиона в месяц. Да. Но сегодня его результат. Кто-то. Ну, да. Есть там несколько человек, которые делают больше. Но сегодня его результат здесь достаточно высокий. Кто эти люди встанет? И выйдите. И выйдите, да. Вот. Хочет тотально доминировать, Сережа, да. Вот. Ну, то есть ходил какой-то долговязый чувак, которого я выгонял на Бали, потому что он заходил с пивом, блядь. С пивом заходил на разбор. Можете представить? Просто идет разбор. И мило проходит Серега с пивом такой. Я говорю, типа, нахуй отсюда с пивом. Ну, я группа достаточно при чем сказал. Ну, не нахуй, а типа уйти. Так сказал? Ну вот. Да. А потом? А потом хуякс как бы и типа 30 лямов в месяц и дальше больше. Вот. При всей вот этой вот аналитике, да, закодировал, да. Вот. И то есть наша с вами задача понять очень важную штуку, что деньги в моменте, вот деньги сегодня, которые зарабатывает человек, на самом деле мало о человеке говорят. Да. Ведь как бы самое главное это те качества, которые в нем есть сейчас. И иногда глядя на человека, мы сразу же можем сказать и предсказать его результат. Вот. Почему? Потому что у него есть набор определенных качеств. Или можно не предсказать. Вот. Это принципиальная позиция, она важная. Есть еще много моментов, почему это так. Вот. Но это важная штука. Да, но ничто вам не мешает. Если вам важно все-таки, вы верите в то, что вам нужно быть только в окружении, только исключительно тех, кто делает миллион плюс, вы можете создавать здесь, объединяться, дружить там только с такими людьми и так далее. Я типа не очень против. Но мне кажется, очень важно здесь прокачивать в себе навык, быть очень открытым в этом плане, вот, в себе прокачивать этот навык и уметь учиться у людей, которые зарабатывают 60 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Потому что здесь очень крутые люди. То есть вы очень крутые. Вы очень крутые люди. Я очень вами восхищаюсь. И, например, вот, если говорить про Алину Кислицыну, вот, Алина, сколько ты зарабатываешь в месяц? 100-150 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Ну, просто нищебродка. Ужас вообще. Вот. А сколько три месяца назад зарабатывала? Тоже так же, Гет, наверное. Ну, типа, еще и не растет в результатах. Да? Но я просто в диком восхищении того, как она делает свою работу, связанную с анализом конкурентов. Просто в диком восторге. Вот так вот. И это. Или, например, Алеста. Которая просто мегапрофессионал в вопросах команды, судя по всему. Вот. Которая четыре месяца назад имела результат в деньгах. Угадайте, какой? Ноль. Понимаете? А сейчас два миллиона. И просто суперкрутая экспертиза в команде. О которой просто она не знала, да, что это оказывается вот так. Вот. Поэтому. Это принципиальная штука, которая позволит вам быть гораздо сильнее. Я вам серьезно говорю. Позволит вам быть гораздо сильнее, чем те люди, которые выстроили вокруг себя каменную стену. Только лишь из тех, кто там делает миллион плюс или миллион плюс долларов. Это ваше конкурентное преимущество иметь возможность общаться с теми, кто только-только стартует. Потому что это кладезь вообще всего. Это вот сейчас Камила с Дэном мне сказали крутую вещь про вот детей. Они говорят, тебя ждет важный период, да, сейчас. Вот. Меня можно поздравить, если вы еще не поздравили с этим. И типа, я понимаю вообще, что мне сказала Камила. Она говорит, ты как будто второй раз сейчас будешь жить начинать. Потому что столько инсайтов будешь ловить, да, в процессе взросления детей. Вот. А я уже начал это замечать, потому что я же, ну, типа, вообще заморачиваюсь по этой штуке всей, по всей этой теме. Вот. И то же самое на самом деле касается и того, когда мы общаемся с теми, кто только начинает свой путь в бизнесе. То есть вы столько вещей способны подметить заново, как бы увидеть столько вещей. Вот. Это удивительно. Мне безумно нравится и безумно интересно с вами общаться. Да. Вот. И я надеюсь, что вы дойдете до того, что тоже, если вы делаете много денег, вам будет интересно. С теми, кто только начинает свой путь. Вот. Но в любом случае есть все возможности, да, делиться, значит, по уровню дохода или еще как-то. Вы это можете делать самостоятельно. Вот. Да. Но на мой взгляд люди совершенно разных уровней – это важная часть нашего сообщества, которое я буду всеми силами стараться оберегать. Вот. Кто согласен с этим подходом? Потому что все важны. Вот все важны. Все важны. Все важны. Важен ли пожарник, например, в России? Вот профессия пожарник важна в России? Важна ли профессия там? Важен ли, даже если вы не верите в Бога, важно ли священник вообще, наличие священников? Да, скорее всего, да. Да, не просто так есть. Воспитатели важны. Все важны. Вот. Как на уровне целой страны они важны, так и на уровне нашего комьюнити. Каждый человек здесь зачем-то нужен. И в вашей жизни зачем-то нужен. Какой бы результат он ни делал. Вот. Окей. Соответственно, пять вещей. Эталонные показатели. Фокус дисциплины. Исследования раз в неделю с отчетом по конкурентам. Задания от меня вот эти все тупые. И этика, и мораль, да, наша, которые мы здесь у себя приемлем. Вот. Это важно. Любой из тезисов, которые я проговорил, готов буду в будущем прокомментировать, развернуть, объяснить, почему это важно, почему именно так и так далее. Вот. Но главное из этого, вот из этих пунктов, как вы думаете, спите, что самое главное? Вообще все, да, но я вас всех здесь собрал. Вот из-за этого. То есть важно все, но мы начинаем с вами работать вот с этим. Фокус дисциплины на заданиях это я. Да, именно так. Фокус дисциплины, да, вот на этих что-то. Вот. Мы с вами обязаны, должны работать больше, чем другие, и нужно это принять идею. Увы, нравится она вам или нет. Вот. Я сейчас тоже это прокомментирую. У кого, кто не очень любит работу, давайте честно, ну типа не очень-то любит его работу. Вот. Ну то есть, когда мы не очень-то любим что-то, да, как это говорят, не можешь изменить. Чего не можешь изменить? Ситуация. Изменить к ней отношения. Поэтому в свое время я вам давал читать поток. Я вам давал читать ужасно скучную книгу, по мнению Полуэктова. Это самая худшая книга в его жизни, которая называется «Протестантская трудовая этика». Вот. Идут капитализм. Вот, он говорит, самая ужасная книга. Не мучайте меня книжками больше. Вот. Мы научились делать так, многие. То есть, для кого работа приносит больше все-таки удовольствия, чем страдания? Поднимите руки. А можете похлопать? У кого так вот работа приносит? Вот. Окей. Но кто из вас при этом периодически заставляет себя работать в любом случае? Поднимите, похлопайте тоже, заставляете себя работать. Ну вот. И я тоже. Ну типа это ок. Типа надо себя заставить работать. Но чаще все-таки работа в удовольствии, офигенное удовольствие. Вот. Но. Вот очень важно понимать, что, что бы ни происходило, вы как бы на войне. Вот когда вы пришли в бизнес, вот с этих пор вы как бы на войне. Вот. Единственный момент, на мой взгляд, когда военные действия в бизнесе у вас закончатся, как вы думаете, когда? Ну, например, если вы продадите компанию. И вы выйдете в кэш и просто скупите недвижимость, акции, там, диверсируете портфель, будете зарабатывать 9 годовых. В этом нет ничего плохого, между прочим. То есть можно поиграть в игру 3,5 года построить, а потом продать и все. И война закончится. Что я имею в виду под войной? В любой момент времени, вот я о Сержпинской говорил однажды Кристине, да, что если тебе кажется, что ты крутая, то это не так. И ты должна всю жизнь жить в состоянии того, что есть человек где-то в нашей стране, есть человек, который всю свою жизнь, он просто фанатик ебанутый, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы закрыть твои салоны. При этом в рамках законов Российской Федерации, вот, как закрыть за счет лучшего качества, лучших цен, лучшего всего, лучшего менеджмента. То есть он просто живет одной мета-идеей закрыть твои салоны. Понимаете, о чем я говорю? Вот в таком состоянии нужно работать. Что даже если вы безусловный лидер рынка, всегда есть кто-то, кто хочет на этот кусок пирога позариться, на ваш кусок пирога позариться. Вот, всегда. И поэтому вы должны хуячить. Вот, прям работать. А если не нравится работать, нужно поменять отношение к работе. Черниговская говорит, наш мозг так устроен, что он не понимает, что есть работа. Вот мы с вами здесь на МСА собрались. С одной стороны работаем, а можно ли убедить мозг в том, что у вас встреча с друзьями? Я так часто делаю, когда очень устаю. Я говорю, у меня сегодня встреча с друзьями. 12 часов разбора. Вот. И плачешь. И плачу, да. Вот. Поэтому, если мы хотим тотального вот этого лидерства, тотального доминирования, то даже когда вы обошли вообще на голову всех, даже если вы создали и основали не школу барабанов, нужно хуячить. Вот. То есть добившись такого превосходства, что просто вы, то есть просто вы, знаете, что должно произойти? Должно произойти, что в какой-то момент люди просто принимают идею того, что вы лидеры и даже не пытаются. И даже в самых смелых мечтах они вообще, они в принципе отказываются от конкуренции с вами. Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас же с вами не возникает идея построить, знаете, компанию по производству телефонов. Прикиньте, вы такой, буду конкурировать с Apple. Потому что это тотальное доминирование. Apple – это просто тотальнейшее доминирование. И вот вы должны стать вот такой вот компанией. Вы сделали уже лидер рынка. Нихуя. Продолжаем. То есть нужно просто сделать что-то такое, что просто в сознании ни у кого не возникает мысли, что он может быть лучше вас. Ни у кого. Даже близко. Люди просто говорят, я все, я сдаюсь, я перестаю. Я отказываюсь работать против них и конкурировать с ними на одном рынке. Вот что должно произойти. Вот. Путем дисциплины, фокус, субботы, исследования рынка и так далее. Вот. Поэтому после очередной победы что делаем? Идем тренироваться интенсивно, работать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Как минимум три с половиной года. Похлопайте, кому все понятно, живо. Хорошо. Да, и в нашей этике мы говорим о чем? Мы говорим, труд — это счастье. Да, счастье в труде. Мы умеем вытаскивать счастье из работы. Это вот наша этика. Этика, в которой мы с вами будем существовать. Вот. И это часть культуры, которая у нас здесь присутствует. Часть культуры. Прилежно, упорно трудиться рядом с людьми, которые тоже этим занимаются. Вот. Ребята, можно зарабатывать 300 косарей в месяц, не делая всего этого. Я вам отвечаю. Очень легко, очень быстро выйти на 300 тысяч чистыми. И не надо вот этого всего. И это тоже прикольный путь. И можно долго так зарабатывать. Да? У кого родители предприниматели, поднимите руки. Ну вот. Это я сейчас рассказываю про ваших родителей. Понимаете, о чем я говорю? Да? А можете встать вот в те, у кого родители предприниматели. Это про них вот сейчас, про 300 тысяч в месяц, и очень долго. Но почему это в итоге, в конечном счете, постепенно приводит всегда к стагнации. Да? Рано или поздно. Да. Спасибо, можете присесть. Спасибо, что встали. Так вот, смотрите. То есть, это может быть, но тогда мы должны быть с вами в состоянии, что никто из студентов МСА, ну, представьте себе, вы не в МСАШ на тусовке, вы вышли в какой-то нише на 300 тысяч чистыми. Например, на маникюре. Понимаете, да? И вы вышли на 300 тысяч. И вы говорите, я все, спасибо. Все хорошо, 300 тысяч, больше ничем не занимаюсь, отдыхаю, езжу в отпуск 5 раз в год. 30 тысяч вытаскиваю, из операционки вышел. Вот это то, что меня бесит, когда люди говорят, выйду из операционки. Из операционки вышел. 300 тысяч приносим в окно. Из операционки вышел. И на что единственное мы можем надеяться? Если у вас маникюрный салон, вы вышли на показатель 300 тысяч чистыми в городе Магнитогорск. Вот на что вам нужно дальше просто надеяться? На то, что Кристина не откроется в Магнитогорске. Первый этап. Там был смешной комментарий. Понятно? И пока Кристина не открылась в Магнитогорске, этот человек будет зарабатывать свои 300 тысяч. А потом, когда Кристина откроется в Магнитогорске, он будет говорить, что-то кризис какой-то начинается, кажется. Путин очень так себе. Или начинается еще что-то, неважно. Вот. В голове у этого человека. Поэтому страшная очень правда, может быть приятная, может быть неприятная, но она определяет правила игры. Вот это важно. То есть нравится вам это или нет, но круто, что мы только что поняли правила игры. И правила игры, мне кажется, в бизнесе очень простые. То, что нужно хуячить и постоянно быть на острие. И мы либо как бы поняли это и изменили свое отношение к труду и к работе, и нам она начала нравиться, вот, и мы фигачим, да? Либо мы надеемся, что не появятся сильные конкуренты, а они появятся, как они появились у ваших родителей, и мы их тоже, вот. Да, я тоже видел угасающий, не спадающий бизнес. Вот. Понятно, о чем я говорю? Поэтому, да, поэтому нужно фигачить. Вот. Но это, кстати, не всех касается. То есть кому-то можно не убиваться вот в эту историю, да, если вы продаете свое мастерство. Если вы делаете брендинг, например, и так далее, у вас немножко другая стратегия. Вот. Окей, похлопайте, кому все это ясно. Хорошо. Почему я вам все это говорю? Я возвращаюсь к первым слайдам. Я говорил то, что я чувствую огромную ответственность, да? Чувствую огромную ответственность. И мне хочется, чтобы мы вот все вместе, каждый из вас создавал крутые результаты. Был лучшим в том, что он делает. Вот. Собственно, дальше. Я ближе к завершению. Устали? Нет. Нет. Если что, мы встретились с друзьями, да. Как можно устать? Кто хотел бы 1 миллиард плюс рублей или даже 1 миллиард долларов? Можете поднять руки. Супер. Вот теперь простая стратегия. Простая стратегия. Как сделать 1 миллиард плюс рублей или долларов? Очень просто. Ну, во-первых, я вам рассказал про 5 пунктов, уже они дадут вам такое состояние. Вот. Вот как вы знаете, как за очень-очень-очень дорого продать бизнес? Знаете? Знаете, знаете, знаете? За очень дорого продать бизнес. За очень дорого продать бизнес. Как его? Кому интересно, как вот узнать за очень дорого продать свой бизнес? Антон, тебе неинтересно? Тебе счетовки интересны. Ответ очень простой, он прекрасный вообще. Это не хотеть его продавать, во-первых, а поставить себе цель, выбрать очень большую компанию с огромным количеством денег, какую-то лидерскую компанию, и просто хотеть уничтожить эту компанию и работать над этим ежедневно. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы выбираете себе очень большую компанию на каком-то рынке, на вашем или похожем, и вы говорите, цель моя просто вот стать теперь лидером и уничтожить не в контексте этого, а уничтожить через качественные продукты, крутую работу, дисциплину как раз и так далее. Уничтожить компанию. Вот Морейнис недавно написал очень классную вещь. Он говорит, ребята, вы заебались со своими этими инвестиционными презентациями. Все, что, говорит, вы должны написать, типа вот рынок, вот конкуренты, и вот как я их уничтожу. Все. Вот все, что нужно написать в инвестиционной презентации. Вот и все. Рынок, конкуренты, вот как я их всех порву. Точка. Почему? Потому что, да, если люди умные, те вот с кучей денег, то они сами вас захотят купить, причем за очень дорого. Что происходит? Откуда берется культура, например, покупки-продажи стартапов? Да, вот мы все смотрим и восхищаемся, типа, пиздец, фейсбук купил там за 19 миллиардов долларов ватсап и так далее. Вот почему инстаграм продан за миллиард, ватсап за 19 миллиардов долларов, доллар шейф-клаб за тоже, за сколько, Сережа, был? За миллиард долларов компании Gillette. Ты знаешь, но все остальные, почему, блядь, так дорого, эта хуйня вся подается. Попробуйте. Вы знаете себе, вы цифр-клаб. Или вы чили. Очень прикольно. Вашей конторе уже 200 лет, или 20, неважно. Вы стоите популяр, у вас акционеры, акции, огромная ликвидность, путь денег и так далее, вы видели, безусловно, рынок. Как вы думаете, с какой единственной мыслью вы засыпаетесь и просыпаетесь? Одна мысль, которая вас без детских тревожек. Как не золк не появился, когда я говорю. Чтобы не появился тот, кто, как я, в свое время уничтожит нахуй из рынок. Потому что, как бог уничтожил MySpace, а гугл просто разорвал яркость, да? И так далее. Это доставка брик по подписке домой. Одноразовая. Просто, блядь, какая хуйня. А прикол, что есть еще и копия, точно таки же. Точно так же тоже стоит 1 млрд. Ну вот, есть копия, да. То есть, совсем же ебанутый бизнес, доставка одноразового брик по подписке домой. Пиздец вообще. И жилет их покупает за 1 млрд долларов убыточный, да, бизнес? Ну, по-моему, они теплые. Ну да. Убыточный бизнес покупается за 1 млрд долларов. Почему? Потому что акционеры с жилетом утром и вечером думают, блядь, кто бы не загидравцовал, не разрушил нашу индустрию. Потому что подписка на одноразовую бритву домой — это какая-то поебенька, которую невозможно понять. Понимаете? Это невозможно понять. И лучше это купить на всякий случай. Ну что, надо сражать поебеньку. Вот. Лучше на всякий случай это купить. Точно так же, как инстаграм. Все охуели уже, когда купили инстаграм за 1 млрд долларов. Убыточная непонятная компания, в которой сидело 13 человек всего. Ну, какая-то вообще хуйня была. Все просто, да, идут в эту типу бушку с белбоёбушкой. Если вы посмотрите финансовую отчетность Facebook, я могу ошибаться, но сегодня Facebook сколько стоит? Сколько? 600 млрд долларов долларов? Сколько он стоит? Ну, короче, предположим, 600 млрд, то в лет так. Да? Или даже если есть 200 млрд 600. И они купили инстаграм за 1 млрд. Теперь внимание, вопрос. Какой процент в доле булочки приносит Facebook именно инстаграм? Типа 3, что ли, 7 денег приносит инстаграм. Компания стоит 600 млрд долларов. Купили инстаграм за 1 млрд, при этом 3, все булочки приносит именно инстаграм. Поэтому лучшее, что мог сделать спектр, он сделался крайне. И вот в компании. И пока все обратили герою, что за хуйня как можно за 1 млрд, млрд, как правило, будучиный бизнес, как это все разбудка, ими, 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 и так далее, но они принимают все неправильные решения. То же самое с WhatsApp, который строит приложения, для этого доброго и работы, и всего, что иного. Поэтому если мы хотим с вами построить, продать очень задорого рынок, мы должны забыть, что где его продать. Мы должны строить, кроме того, где есть какую крепость, которая уничтожит высокого, как шоу, какая-то, понятно? И тогда этот инструмент иногда придет к вам и скажет, «Тихо, давайте, я нас за хуйня я не купил, я очень люблю, я не купил». По хлопотикам эта мысль стала понятной. Все. И просто вы все забудьте про идею продажи компании. Поставьте себе идею уничтожить главного компрента. Уничтожить главного компрента. Да. Добиться натальнего гумбинара на рынке. Вот. Что, из чего бы я его складываю с вами? И что я вам предлагаю? Вместе со мной и с моими партнерами у нас среди партнеров, которых мы инвестировали, спросились все. Все. На эту охренеть. Я вам предлагаю то, что я уже однажды прожил три года. Эта штука называется, ну, называется Армин. Вот. Ну, называется Армин. А что это такое? Вы, наверное, понимаете. Чтобы вам было понятно, в 2016 году у меня была компания Lightcent. В 15-м году у меня сделала Ирочек 50 миллионов. В 16-м году 70 миллионов. Мы были кшиком, у нас не было замечалки. Мы сидели в офисе на моем рощу. У нас тут фартикал. Мы не береги. Как ты был, ты уже в этих временах. Вот фартикал единственный. Я, наверное, все застал вообще. Фартикал, туалет, меркурий, ты ломались. Полное говно вообще. Вот. И архуизм от долгов у меня было. Что? Как по долгову за третий задержанной моей рощи. Да-да-да. Вот. Эээ... 70 миллионов в год. Рост. То есть прошлый год 50, а следующий 70. Хуйня, а не рост. Да. Вот. И... Ни первый арминал. Ни секретный миллионер. Никаких Феррари. Никаких Москва-Сити. Мало кому известный чувак. Вот. Который однажды... Говорит. Типа. А что будет, если юбашишь? Дисциплинировано, сфокусировано, много к самому, не боясь работы, завязая в процессы, надо в CRM-ку, надо в продажи, надо то, все это, 50-е, а что будет, если вы гречите? Просто вы гречите немного. Вот. Уже через месяц после этого я могу уже немножко путаться с датой, или там примерно в этой же неделе я, вот, например, 21 недель. Просто начал юбашить, и все. Да. А что я вам предлагаю? Я подписался снова в эту штуку. У меня был целый год отпуска. Вот. Который я страдал всяким временем. А что я вам предлагаю? Шесть дней в неделю. Хуящики. Подъем. Семь утра. Эти шесть дней в неделю. Созвон с напарником в промежутке семи утра до пяти утра. Напарник войдет на себя здесь. Берете не более трех задач на день. Отчет. Это важная штука. По не более чем четырем главным показателям. То есть вы выбираете себе цель на три года. Мы с вами будем это еще останавливаться. Выбираете себе цель на три года. Вот у меня, например, капитализация от семиста. До миллионов долларов. До полутора миллионов долларов. И я посчитал, что все, что мне нужно, пиздец. Очень просто. Очень-очень легко. Ужасно легко. Пиздец. Отвратительно легко. Это просто шестьсот. Благодаря для чего? Лайт-центр. С выручкой средней. Каждой полтора миллиона рублей в месяц. Все. У меня вообще три цифры всего лишь. Вот я раз в две недели, перед партнерами своими, они передо мной и очкипываются, как я иду. У меня две цифры. Шестьсот два оценка. Полтора миллиона рублей. Все. У меня оценка будет. Где-то от семиста до полутора миллиарда долларов. Мы сделали, а вы есть какой-то анализ по оценке компании. Я вам его покажу на одном из следующих выездов. И вы тоже сделаете. Мы теперь как-то нет своего бизнеса. Недавно мы это сделали. Вот. Вы выбираете не более четырех показателей ключевых в своей компании, на которые нужно влиять каждый день. Которые обеспечат оценку стоимости вашего бизнеса от одного миллиарда. Пока что хотя бы рублей. Если верить в большие цифры, вау, я так и за. Вот. Но некоторые из вас уже стоят больше миллиарда рублей, если что. Вот. Поэтому можно цели выше ставить. Но адекватные цели. И раз в две недели вы отсчитываетесь, и как вы думаете, сколько слайдов ваших патентаций? Один. Никакой воды. Ничего лишнего. Только отсчет, как вы приблизились к этим четырем показателям. Да? В течение трех лет встречи раз в две недели с профсоюзом со своим. Встречи раз в две недели, и вам запрещено удалять эти слайды. Т.е. вы вставили сегодня показатели такие, через две недели они уже другие. Ну, т.е. новый слайд один из себя на сегодняшний. И запрещено их индектировать, запрещено их менять, чтобы вы видели весь путь, как вы движетесь по этим показателям. Первый квартал вы будете эти показатели менять. У нас партнеры меняли уже много раз на наши встречи. Вот. И так далее. И МСАФУНДАМИН. Что такое МСАФУНДАМИН? Что такое МСАФУНДАМИН? Раз я подписался с вами в хуяще 5 лет, и осталось 1 год, и я с вас денег больше не беру, ну, не беру же, там, разве что на скорости иногда ходите, надо их возрастить. Вот. То. Я от вас прошу следующего. Ну, это ваше, на самом деле, интересное. Просто не проявите возможности этого. Что такое МСАФУНДАМИН? МСАФУНДАМИН. Это значит, кто как бы мне как-то Мильянова сказал о покаре охеренную вещь. Охеренную вещь. Я говорю, я все время прорёбываюсь со спортом. Начинаю обращать, а хватает на полгода. Она говорит, а с едой прорёбываешь? Скажешь, что я не кушаю? Я говорю, вообще да, но, типа, не больше, чем на сутки. Вот. Она говорит, ну, типа, представляешь, что спорт это еда. Просто спорт это еда. Все. И вот ваша задача сделать так, чтобы МСАФУНДАМИН для вас была как еда. Ну, типа, когда вы планируете своё время в календаре, сначала появляется МСА, а потом всё остальное. Понимаете, о чём я говорю? Да. По идее, по уму. Вот иногда, я очень честный человек, очень низкий человек. Иногда для меня... Ну, вы сами об этом говорите, и слава богу, ты тоже открытый со мной. Вот. И иногда вот прямо говорите, пояс, у меня есть ощущение, что ты дал вам сколько заданий, чтобы я не попал на разбор. Вот. Спросите. Спросите у Тани Биби, сколько мы заданий делали, как раз в неделю, как раз. Да? А хотя Италия мне иногда говорит, кто вёл сколько заданий, а сейчас мы наставились. Тебе столько заданий делал? Вот. Всем. Соответственно, не в моих, на самом деле, интересах, с точки зрения моего времени. Вы же понимаете, что вы мне 1 миллион рублей заплатили, больше всего вас денег не имею. Но только если мы не инвестируем в вас. То есть, по идее, если покопаться, на самом деле, то прикольно. Если вы заплатили миллион, ну, представь, как. Понимаете, о чём я говорю? Ну, в целом, когда люди сливаются, по идее, есть какие-то, знаете, вот такие, ну, типа, я его как-то не очень люблю, да, но это неправильно делать. То есть, типа, хорошо, когда человек сливался, и такой, ну, какой-то встречный, и всё, и как бы, я не хочу этого. Да? И я бы хотел, наоборот, чтобы не для вас са, бутантами, потому что, во-первых, вы планируете всё остальное. Сначала вы узнаете, когда вам встреча, и потом вы замечаете другие дела. Это понятно? Потому что мне важно, чтобы вы все были определенными чуваками. И получили то, что вы хотите хотите. Вот. Алло, важно. Хорошо. И давайте ещё. Всё, мы почти всё. Да, я предлагаю вам в эту штуку зайти на три года. На три года. Вот. На три года. Так же, как я. Я был в втором клубе. Это было прекрасно. А, я же тебе рассказал. 50, потом 70 миллионов. Да, потому что он призвал себя в армию. Ну, что, по-моему, в этом же месяце я продаю 5% в компании, получаю кэша, вот так, 20 миллионов. Просто начал работать, понимаете? Просто начал работать. Серьёзно. Ну, типа, блядь. Знаете, как инвестиции надо двигать? Хорошо. Телефон не звонишь. Понимаете? Ну, я просто позвоню. Саша. Саша. 30 миллионов. 5%. Что думаешь? Он говорит, давно ждал маркар. Я серьёзно. Я серьёзно. Я серьёзно. Я серьёзно. А он недавно приехал на нашу встречу в HTC и инвестировал 5 патронов. Ну, 5 или 10 или что-то такое было. Вот. Это прикольно. Он же у меня и часть потоповых лайков должен быть. Один из тех, кто участвовал в HTC. Вот. Соответственно. Соответственно. Просто надо было звонить, понимаете? Да, я не знаю, как вы играете. Потом. В следующем уже году было 50 миллионов комплексов. Потом началась армия. В следующем году было уже 300 миллионов комплексов. А в следующем году у меня было 200 миллионов. А потом армия закончилась и осталось 900. Понимаете, да? Отслужил. Отслужил. У меня был дебиль. Это было мощным. На пристелям. Вот. Да, на пристелям. Дебиль на пристелям. Вот. Соответственно. Я вам предлагаю писаться на эту штуку иной. Игодно. Хотя здесь есть напарник, как уже сегодня. Вот. И начать, ребят, с завтрашнего утра. И даже с ученой того, что мы сегодня будем в дискотеке и получать на завтрашнего утра. Вот. Не, я всегда был на дискотеке, потому что все нормально проснулся. Пиво, пиво. Вот. Вот мы в Питере с Таней видели, когда ездили в Мурманск. Там были я, Сережа, Таня, Алеша и Крошкин. Да? Сережа? Крошкин. Алло? Леша. Крошкин. Таня, ты и я. Вот. И гель. И частный сморок. И мы были чуть по Питеру, зашел в Мурманске, и мы с Таней думали о еще одном продукте Денеса. Да. Ну, то есть, Таня сама сказала тебе, что тут нужно сделать. Да, Таня? Ты здесь? Что-то она говорила. А? Что? А? Да-да-да. Ну, в общем, в Питере мы с Таней думали о еще одном продукте Денеса. Сейчас для тех, кто уже сильно прирост сформировал. То есть, ну, как-то, деньги есть, хочется развиваться, готовы, да? Если есть что-то крутое, то типа, а я страдаю. Вот. А я страдаю. Соответственно, искусственно я его создавать точно не буду. Я вам сказал Таня. Ну, то есть, просто сидеть и думать, что продать, я не буду. Это такое решение. Вот. Поэтому его нет. И ничего я вам сегодня продавать не вижу. Вот. Но. Да, я буду просто с вами обладать, с вами работать все это время, как я обещал. Все следующие месяцы на годы. И ничего не продавая. Вот. Но если что-то появится, я, конечно, вам сделаю предложение. Да. То есть, если появится что-то, что действительно вам нужно. Вот. Но мне кажется, что то, что мы создаем здесь для вас, это соединиться и согласны. Спасибо. 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 Но. Вот я это Таня тогда сказал, да? Но я бы хотел, чтобы было некое такое социальное обязательство. То есть, я плечу с вами, стараясь сделать все для того, чтобы у вас был результат. Но важно, чтобы вы тоже его хотели. Да. И тоже важно, чтобы вы прислушивались. Вот. Но есть социальное обязательство. Да. И тогда я буду периодически вас чего-нибудь просить. Вот. У Крестного Маце была такая фраза, что, возможно, в момент Крестного Маце не станет, но я бы хотел показать, что однажды у тебя обращусь, ты не откажешь. Помните? Я не думаю, что это фраза, да? Да. Она была в первой части. Я смотрел Крестного Маце очень раз. И мы в шафане за кем его смотрели. И все спали. И я такой, погнали, Крестный отец, классно. И потом через полчаса понимаешь, что сейчас все. А ты сидишь там очень приятно. Ну, мне кажется, это все. Вот. Ты уснул на нем? Нет? Ну ладно. В общем, там была фраза в первой же части. Он там помог, и потом грех. И потом он попросил о чем? Кто помнит? Кто не знает, о чем он попросил? Сделать игру для своего сына в общей сцены. Вот. Значит. И ничего. То есть я периодически обращаюсь за помощью. Я сегодня говорил. Вот кто мне помогал в стартапе? Помните руки. Вот ребята мне помогали в стартапе. Например, да? Да, нет. Почему ты понимаешь, что? Ты же тоже помогал. Созвание у вас помогало подорвать. Это было важно очень. И мне было очень ценно, что я мог на вас положить. Настя мне сейчас помогает. Очень холодно. Например. Да? И Катя. И мертвая Настя там. Сейчас мы находились уже с кем еще. С Пироговой. И Пирогова. Пирогова? Да. С Пироговым. С Пироговым. И с кем еще? Ну и Настя. На этом тоже Пироговым. 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 Нам, знаете, что делать вообще? У нас были самые дорогие менеджеры по подаркам. Продавали. Ксюша, в Северном Гуфрадуга. И Настя, в Пироговым продавал. У нас для человека 33 миллиона кули, чтобы продать кукол за 12 тысяч по телефону. Я не понимаю. Я привычу вам подавал кули с тобой. Я бы в месяц не лезла. Точно, ты что делаешь? Ты нас пишешь мне эти стулы? Ну вот, и мне ценно. Потому что иногда люди могут подорваться, приехать, помогать в Екатеринбурге с продажей. Но нам не надо приглашать, сейчас прямо деньги. Хотя бы чуть-чуть мы еще подорвали. Люди не готовы. Продавайте, я всегда говорю, продавайте. Причем я закопил, что это больше, чем ты живешь, но и купишь ее нет. Ну вот. Сейчас там во франчайзинге помогает Ротанова нам расти по франшизам. Опять же, Настя помогала, вот так вот, систему ее делает безупречно. Вот, и у нас высокий достаточно высокий результат. Соответственно, иногда я бы хотел иметь возможность, вам зачем-то обращаться. Но если что, вы бы готовы мне в это помогать. Можете дать шуму тоже. Я когда же там не сказал, я говорю, а что важнее этого? Ну окей, я сделаю этот продукт. Не получу я там еще пару миллионов. Но мне кажется, куда важнее это вот такая социальная, между нами обязательство. Вот. Соответственно, да, вот одно из них уже. Это, ну там, у нас появляются участники МСГ и так далее. И у многих из вас недавно, я это сейчас не страшно говорю, вы уже недавно прожили опыт запуска бизнеса с нуля и просто роста. Вот. И я периодически это делал. Там раз в год спрашиваю. Последний раз в Асланте я спрашивал, вот здесь Дэнс и мы вышли, по-моему, да. Нет, наверное, у нас не было. Конечно. На уровне, например, они стали, пришли сюда как участники, стали трекерами, например. И это достаточно хорошие. Вот. И не одни единственные. Поэтому... А кто из... А сколько мы платим трекерам? Трекеры? 150 тысяч, да? Вот. Мы платим трекерам 150 тысяч рублей. Вот. Мы маленькие деньги. Так-то. Вот. Мы маленькие деньги. У кого-то там по 30 человек. Есть. 30 человек. Нет, мы сходим 150 тысяч за человек. А в год по 30 человек. Вот. Короче, у меня простой вопрос. Давайте чуть-чуть тянуть. Если у кого-то из действующих участников МКСА есть желание пройти свет-подготовку на трекеры, и вы можете сдать, взять себе тестовую группу, и начать с кем-то работать, можете поднять руки? Вот у кого есть такая? О, нихера я себе. А ну, кстати. Это прикольно. О-хо! Нервашников. Кто очень рад тому, что вы услышали сегодня от меня? Прямо. Спасибо. 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 И как бы глобально всё, это последний слайд, который объяснил, мы одно целое, потому что мы реально одно целое. Поэтому давайте быть слайдом друг к другу, вместе расписываться и т.д. Если эта история про тотальное доминирование, про дисциплину, про фокус и т.д. не про вас, то это вообще нормально. И не обязательно, типа, если у вас, наоборот, вызывают отражение, например, в какой-то уставе или ещё что-то, не надо присыпаться. Это нормально, это принято, это толку вообще мы это принимаем. Т.е. многим из вас это не нужно. И у многих из вас такие ниши, которых вам не нужно бояться, там, купленцев или ещё чего-то. Вы просто прокачиваете аккуратно, в спокойном темпе, в своём смешку. Понятно, о чём я говорю? Да. А то, кто про мою мать, вот у кого-то это внутренняя агрессия, немножко захват территории, это вызывает у вас такую яркую эмоцию в том, что иметь руки. Ну вот, да, это просто абсолютно не про вас. Да? И это знакомый человек. Вот. Ребята, что касается вот этой дисциплины, вот этой вот вижу-миже. Как всё будет организовано? Всё будет организовано вашими же силами. Вот. Найдите себе напарника. Кто будет вписываться в эту историю на три года? Скорее всего. Иметь руки. Окей, прикольно. Найдите себе напарника самостоятельно, да? Договоритесь там о времени со сбонов. И я, я, я буду начать завтра. Потому что всегда будет времени подходящее, поэтому просто перейти начинается завтра. Вот. Мы так и сделали с вами. И! Ещё момент. Ещё момент. Дамы и господа. Вот эта вся история у вас остаётся на ход сделать её самостоятельной. Вас никто контролирует не вы, кроме вас сразу же самих. Вот. Поэтому возьмите её с твоей руки. Если кто-то хочет, чтобы это было заморочено, правильно, с контролем, с действием, с иммификацией, весело, игриво и интересно, то, пожалуйста, встань, Виталик, пожалуйста. Здесь есть Виталик. Владелец, руководитель проекта ARNIA. Вот, собственно. У него весь бизнес на этом построен, чтобы люди стали дистринированы. Вот. Кто хочет двигаться в проекте с Виталией, может у тебя идти и Виталик. Вот. Давайте Виталик тоже подпокупим. АПЛОДИСМЕНТЫ Окей, хорошо. И... теперь 스팸. всё? Давайте потянемся наверх сначала. Высоко наверх. Давайте вниз немного. Потрясите руку. ОК, хорошо. И... вместе, со мной, на счёт 33-4. Теперь нужно громко сказать слово «наконец-то» сначала. Три-четыре! Наконец-то! Это первая часть, и второе. Второе нужно сказать «аллилуйя». Готовы? Три-четыре! Аллилуйя! Не выкладывайте эту сеть. Никогда. Пожалуйста, прошу вас, прошу. Не выкладывайте эту сеть. Ни в коем случае. Вот. Ребята. Ребят, котят, давайте просто этому всему похлоплю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Помните, с каких двух слов мы начинали всю эту презентацию? Все вместе ее сказали? Помните? 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 И давайте на счет три-четыре тоже громко выкну. Три-четыре ТАТАНИЕ ТРИ-ВЕРЫ Все. Это наша с вами стратегия на следующие три принципового года. Абсолютная фантагия на неделю. Мы таким не очень большим составом способны оказать огромное влияние на рынок и на всё остальное. Давайте станем самым эффективным, самым лучшим, самым уренеприбиваемым сообществом здесь. Всё! Аплодисменты! Ура! Спасибо!